Всем привет, на связи Мабу и сегодня поговорим о частом состоянии всех тех, кто обучается на андроид-разработчика, ну и в целом на программиста любой сферы. Это усталость от обучения на профессию. В данном случае будем говорить про андроид-разработку. Так, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид-разработчик за 3 месяца». На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид-разработчик за 3 месяца». Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя, и даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Перед тем, как понять нам, как избавиться или не дойти до такого состояния, когда вы устанете от обучения, нужно разобраться в причинах. Именно в тех обстоятельствах, которые, собственно, и привели вас в данное состояние. Основной причиной, которая является источником того, что вы пришли в состояние, когда вы устали от обучения, это неправильное, собственно, обучение. Это, собственно, отсутствие плана, то есть вы не понимаете, что конкретно нужно изучать, для того, чтобы быстро начать как андроид-разработчик. Вы просто охватаете одно видео, научились одну фишку делать, другую фишку, третью фишку, четвертую фишку. Вроде как, в принципе, уже многое умеете, но когда вы вдруг посмотрите на то, что вы должны вообще знать, чем владеть, и посмотрите на тот спектр того всего, что нужно вам для того, чтобы самостоятельно создать мобильное приложение, в данном случае под систему Android, вы просто ужаснетесь от того, что вам нужно еще выучить. И, конечно же, такое обстоятельство вас быстро приведет в состояние усталости от обучения на андроид-разработчика. То есть отсутствие плана – это очень такое не очень хорошее состояние. И, конечно же, перед тем, как превращаться в андроид-разработку, изучение андроид-разработки, нужно иметь конкретный план, что и зачем вы будете обучать, чему и зачем вы будете обучаться. Ну и так как я ранее сказал, что, собственно, у вас нет плана, и вы хватаете один кусок за другим, третий, четвертый. И именно вот с такими двумя обстоятельствами сталкиваются все те, кто идут по пути обучения андроид-разработчика по программе самообучения. То есть всегда самообучение начинается с того, что у вас нет плана, и вы сталкиваетесь с тем, что вы смотрите все по кускам, конкретные гайды, какие-то уроки, но нет четкого плана, нет четкой определенной картины. И вы можете хоть два года смотреть такие видеоуроки, но по факту вы в основном ничему не научитесь, потому что у вас нет четкого понимания, что нужно изучать, и то, что вы изучаете, вы должны четко понимать, что это правильно так реализовывать, а никак иначе, потому что, чтобы реализовать одну или другую штуку, какую-нибудь работу с чем-то, с чем-либо в рамках андроид-разработки, есть очень много способов, как это можно сделать, как плохих, так и хороших. А если вы самообучаетесь, вы не понимаете, хорошо или плохо это, то, что вам предлагает автор реализовать по такому и методике. Плюс вы должны понимать, что 90 или 80% того, что выложено в открытый доступ кода, это все очень плохой код и он очень устаревший. Собственно, ни один уважающий себя разработчик не будет выкладывать ничего в открытый доступ, просто так бесплатно. Зачем ему это делать? Собственно, любое действие должно приводить к получению чего-либо, либо прибыли, либо каких-то бонусов. Ну и, собственно, обычно люди, которые выкладывают что-то бесплатно в открытый доступ, это просто новички, которые просто хотят привлечь к себе внимание. И все. Ни один уважающий разработчик не будет выкладывать что-то в бесплатный доступ. И поэтому мы имеем то, что большинство кода у нас очень плохого выложено в открытый доступ. Так, как я сказал ранее, еще очень важная причина, которая может вас привести к усталости, это изучение неправильных устаревших технологий. Это самый частый случай. Я очень часто вижу, когда люди даже не думают, почему они при обучении на Android-разработчика в 2023 году изучают FindViewByD, а не ViewBuyning. То есть это очень частая ситуация. Я даже вижу это, когда мне приходят люди из вузов, просят помочь им решить какие-то практические задачи для сдачи каких-то практических работ в вузе, связанные с Android-разработкой. И я вижу, как их учат работать через FindViewByD до сих пор. Это проблема. Поэтому изучение неправильных технологий также может привести вас к усталости. Ну и, собственно, есть еще несколько причин, которые, с одной стороны, как бы ты смотришь на эти причины, ты не понимаешь, почему они привели тебя к усталости. Ведь ты очень настырно обучаешься, хочешь этого достичь, у тебя мотивация запредельная, но, тем не менее, ты все равно приходишь от состояния усталости. Это отрывистое обучение с большим количеством времени. То есть это, опять же, то обучение, когда вы хватаете по кускам какие-то бесплатные видеоуроки, но при этом вы сидите целыми днями над этими видеоуроками и тратите очень много времени, а фактически большого прогресса не видите. То есть и у вас накапливается усталость от такого большого количества времени, которое вы тратите на обучение. Потому что вы в основном смотрите видеоуроки, мало практикуетесь, да, и больше поглощаете теорию. У вас мозг сопротивляется, потому что если мозг не видит, если ваш мозг не видит каких-то успехов в краткосрочной перспективе, а это 1-2 недели после начала обучения, то вам будет все очень тяжело. И поэтому вы очень мало пишете кода и больше смотрите каких-то видеоуроков и думаете, а ну это понятно и так, не буду пробовать. Пробуйте все, даже самую мелочь. Собственно, вот все причины, которые вас приведут в состояние усталости от обучения на Android разработчика. Теперь давайте определим, что делать вам, чтобы либо избежать этой ситуации, либо выйти максимально быстрее из этой ситуации, пока она вас полностью не поглотила. Во-первых, вам нужно понимать ваша цель. Ваша цель написать хоть какое-то первое мобильное приложение и попытаться его написать и хотя бы на начальных этапах закрепиться в качестве Android разработчика. Для себя, не в какой-то компании, а для себя понять, что вы Android разработчик и лучше что-то умеете. Это, как бы вам ни казалось странно, поверхностные знания. То есть вам нужно сначала закрепить те знания, которые вам вот прям нужны обязательно при разработке любого мобильного приложения. и эти знания по глубине должны быть поверхностные, то есть не сильно глубокие. То есть вы должны изучить основы синтаксиса Kotlin, то есть просто как пишутся функции, как вызываются функции, как работать с переменными, как работать с массивами, как работать с словными операторами, if else, switch, вот это вот все вам нужно знать и понимать. То есть не глубоко, а хотя бы на поверхностном этапе. Даже на начальном поверхностном этапе можно не изучать ООП. Но лучше, если вы посмотрите, тем более там все очень просто, а именно, что такое классы, для чего они нужны, что такое конструкторы, как создаются объекты под классы, как наследуется один класс от другого. Хотя бы, ну и такое, что такое интерфейсы, хотя бы на этом уровне. Просто поверхностно изучить основы Kotlin, поверхностно изучить основы Android, то есть, ну, собственно, поверхностно, что? Активити фрагменты чем отличаются, как передавать данные, как работать с классическими виджетами, и как работать с U-байдингом. Все, на этом этапе все, больше вам ничего не нужно, да? И потом вы, вот уже на этом этапе, вы можете самое простенькое мобильное приложение, вообще простое, самое примитивное сделать, да? Затем вы изучаете UI, то есть научитесь создавать различные экшен-бары, ботом-навигейшены, ну, уже более интересным сделаете свое мобильное приложение. И далее вы изучаете базу данных, уже сможете хранить какие-то данные. И вот так вот нарастание, у вас есть костная структура, основа поверхностная. Вы, как бы, эту костную структуру будете нарастать мясо, 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 и у вас получится уже какой-то объект, который будет у вас уже являться, как бы, основой нарастания для ваших знаний, навыков, и вас. И вы не свернете с этого пути обучения Android разработки, потому что вы уже, как бы, видите свой результат уже с первой недели, да? То есть сначала что-нибудь примитивное, потом изучили новое, добавили в это ваше мобильное приложение то, что вы изучили. И так вот поверхностно-поверхностно, наверх-наверх-наверх-наверх, ваше мобильное приложение уже более-менее выглядит. То есть начинаем с поверхностных знаний, навыков, и обрастаем уже более глубокими. И тут важно не огромное количество времени тратить на обучение, тут главное постоянство. Если выбирать по 8 часов раз в неделю в воскресенье, субботу-воскресенье, субботу 8 часов, воскресенье 8 часов, а с понедельника по пятницу вы не занимаетесь. Либо с понедельника по воскресенье каждый день по 2-1,5 часа. В этих двух подходах победит состояние, когда вы будете постоянно по небольшой количеству времени заниматься. Учеными доказано, что первые 2 часа эффективность высочайшая, последние с двух до четырех часов уже падает, падает и падает, после четырех вообще никакая эффективность. Поэтому обучаться я вам советую следующим образом. Если у вас вообще нет времени, вообще нет времени, да, вот вообще нет времени, вы еле-еле находитесь свободного, 2 часа в день на обучение и хотя бы еще 2 часа в день на практику. То есть, что я имею в виду? Например, у вас есть план обучения, вы 2 часа обучаетесь. Это не значит, что вы смотрите видео и теорию, и больше ничего не поглощаете. Нет, вы конкретно 2 часа просто обучаетесь и практикуетесь по новым технологиям, а 2 часа пишите какой-то свой проект, с учетом и нового того, что вы изучили, и то, что вы старого изучили. Пишите проект 2 часа в день, и 2 часа просто занимаетесь, изучая новое с практикой. То есть, 2 часа на обучение, у вас не просто обучение, у вас обучение с практикой. И 2 часа вы пишете еще код по своему проекту. 4 часа в день – это идеальный вариант, как вы можете заниматься, но вы можете до воскресенья отдохнуть, потому что вы выгорите очень быстро. Ну, вот подемножку каждый день – идеальный вариант. И как можно больше практикуйтесь. Но если нет вообще времени, то идеальный вариант 2 часа новой технологии, 2 часа практику пишите свой проект. Это идеальный вариант. Но можете меньше, но хотя бы час изучения нового в день должно быть, и хотя бы 2 часа практики в день тоже должно быть. И обязательно делайте до перерыва. То есть, не так, что вы 2 часа сначала сидите, все изучаете, а потом еще 2 часа сразу же начинаете проект свой писать. Нет, можете час поизучать, перерыв, час поизучать, перерыв, и вы уже, грубо говоря, утром, днем это сделаете. А вечером вы уже можете позаниматься, именно пописать свой проект. А чем… Ну, вот смотрите, опять же, все зависит от вашего времени свободного. Если у вас весь день свободен, вы из дома, допустим, работаете, на постоянной работе, да, и вы можете в любой момент как бы уделить времени обучению, то обучайтесь с утра, лучше, если до 12 часов вы это будете, сделаете, потому что утром самые свежие мозги. А практику пишите вечером, потому что вечером как бы энергия немножко восстанавливается, и можно после 6-8 вечера что-то пописать. После обеда у меня очень хорошее время, потому что очень вялое состояние у людей, как правило. Утро и вечер – самый идеальный вариант, когда лучше заниматься. Вечером лучше практиковаться, писать свой проект. Утром лучше изучать что-то новое. Итак, давайте мы подведем итог, что делать, если у вас есть усталость от обучения на Android-разработчика, или вы уже как бы в этом состоянии и находитесь, и хотите выйти. Для того, чтобы вы не зашли в это состояние, у вас должен быть четкий план обучения, лучше, если пойдете на четко структурированный курс с практиками, которые будут вас обучать, но если у вас самообучение, то не изучайте отрывистое, построите себе программу, вы пишите, что, зачем вы будете изучать, и изучайте. И как можно больше пишите код, делайте это все на постоянной основе, и изучайте сначала поверхностные знания, потом обрастайте более глубокими знаниями. Два часа в день обучаетесь, два часа в день пишите свой проект. Это идеальный вариант, как вам не попасть в это состояние. Но если вы попали в это состояние, сразу меняйте всю концепцию обучения, вы можете даже сделать недельку перерыв, и потом с новыми силами зайти, уже по моей схеме, которую я вам рассказал в этом видео, начать правильное обучение. Не нагружайте сильно себя, правильно подходите к обучению, и, конечно же, у вас должна быть сильная мотивация для того, чтобы стать Android-разработчиком. Для того, чтобы стать любым программистом, у вас должна быть сильная мотивация, потому что это не так уж сильно просто. Поэтому у вас должна быть сильная мотивация, чтобы вы не свернули с этого пути, никого не слушать. Идете своей целью, поставили цель, и изучайте, изучайте поэтапно, 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 и в итоге придете к своей цели. Вот, в общем-то, это все, что я вам хотел сегодня рассказать. С вами был проект Mabuda. До встречи на следующих уроках. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok